всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами будем рассматривать тему который я назвала конфликты между тем что хочу и что имею эту идею я взяла своего бывшего наставника 2 анастасии ротчевой в инстаграме она предложила это как упражнение до попрактиковаться но мне понравились вопросы я решила сделать расклад на эту тему вот почему потому что настроение такое знаете что-то захотелось немножечко мне аналитики вот поэтому я не знаю что из этого получится вот я подготовила здесь три колоды с какой работать буду я не знаю пока это колода театр кукол который я держу в руках это таро привидений и таро небо и земля для тех кому интересно позиции вы видите перед собой голубой красный зеленый 1 2 3 позиция заранее благодарю анастасию хотя я не думаю что она смотрит мои расклады анастасию ротчева но все же так давайте посмотрим что у нас получится в аналитике и в какой колодой с какой колодой мы будем работать так отодвигаю эти два камешка наверно за мышкой такого нет вперед я поставлю потому что мышка мне нужно и вот так колоды сюда вот сейчас две секунды организуем место чтобы не было удобно и комфортно камешки видно что здесь вот позиции так да еще вперед подвину и мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек какой у вас конфликт между тем что вы хотите и что вы имеете присутствует ли он и так вначале мы посмотрим что сейчас то есть момента здесь и сейчас что вы делаете так открытость на пятерка эмоций знаете на данный момент мне хочется сказать что вы прям переполняетесь эмоциями да вы достаточно открыто ко всему к тому что у вас происходит в жизни наслаждайтесь я не вижу что были какие-то трудности сложности давайте еще посмотрим открытость стресс и выбор значит смотрите на данный момент я бы сказала что ситуация такая достаточно цикличная бывает моменты бывают не когда вы такие вот открытые до в хорошем расположении духа когда вам все нравится вас все удовлетворяет вот бывает дни когда вы находитесь ну то есть возможно вам нужно решать какие-то задачи сложные да и вот это вот приносит вам кучу недовольствия до стресса какие-то знаете внутренние эти ощущения того что то ли я не могу решить какую-то задачу то ли я не знаю как ее решить это ли я не могу определиться с целью что мне нужно для чего мне нужно то есть общее фоновое состояние она такое достаточно позитивная она комфортно приятно удобная но в какой-то момент бывает то что вот то ли вы вспоминаете какую-то ситуацию да то ли неожиданно но здесь вот как будто бы напоминание до вспышками что-то случается его о да мне надо это решить либо да это какая-то трудная ситуация но пока я не знаю как мне быть что мне делать и вот давай-ка я отложу да то есть здесь про это то есть да знаете как будто бы вы доверяетесь судьбе в каком-то аспекте хочется сказать да то есть не я буду решать здесь еще ситуация очень похожа на то что когда вы плывете по течению да то есть вот в момент когда ситуация какая-то наступила тогда я и решаю что мне нужно делать да то есть заранее вы как будто бы уже устали что-то продумывать да как будет разворачиваться ситуация да вы знаете что есть какие-то моменты которые нужно решить но вы о них и не забываете и вроде бы не откладываете а такое вот ощущение что всему свое время вот когда придет время да тогда я выберу то есть здесь вот такие моменты и с точки зрения психологии я могу сказать что зависит от того настроения в котором вы находитесь то есть бывает хорошее настроение вы выбираете какую-то позитивную линию в большей части своей жизни на данный момент да вот вы фоновом в таком достаточно эмоционально приятным открытым да вы открыты ко всему открыты к миру а бывают такие моменты вот просто встал в плохом настроении и вот именно в эти моменты у вас появляется вот эти вот мысли да вы как будто бы притягиваете вот этот весь какой-то не то чтобы негатив а мысли где нужно что-то разобраться до что-то решить что-то придумывать в чем-то определиться и ситуация показывает в то что ваша жизнь складывается таким образом что все зависит от вашего эмоционального настроения в каком настроении вы находитесь такие ситуации у вас жизни и происходит и выбор здесь сразу не показывает о том чтобы вас ты же и сама она вам показывает что все что с тобой происходит да это следствие твоего выбора даже не деяний которые вы делаете а скорее всего извиняюсь скорее всего какого умонастроения вы выбираете да то есть вот вам с вами ситуация не случается а вы ее как будто бы вызываете своим собственным настроением то есть здесь сразу же подсказка идет о том что если у вас появляются какие-то трудности сложности имеете ввиду что вот ваш внутренний какой-то настрой да ну то есть представьте что вы как фонарик который светить и вот бывают моменты когда вы светите я не знаю изнутри и видите красоту этого мира да а бывает момент когда вы этот фонарик направляете я не знаю где-то на какие-то раскупанные дороги да где-то недоделки где-то какие-то поломки где-то какие-то старые я не знаю здание то есть вот все жизнь показывает что куда ты свой фонарик направить что ты будешь видеть то есть научись направлять в созидательное русло да для того чтобы и жизнь твоя притягивала аналогичные ситуации это касательно того что вы делаете да то есть ваши действия они вот зависят вашего умонастроения я бы так сказал давайте мы посмотрим в данный момент что вы имеете на то есть какие действия вы делаете вы создаете себе настроение так что вы имеете ну на данный момент у вас есть шансы наверное хочу так сложить аккуратненько чтобы потом сопоставлять мне видно будет что вы имеете имеете шанс распрощаться с вашим прошлом да вот сейчас вы находитесь в таком периоде когда вы выстраиваете фундамент своей жизни заново то есть это может быть как финансовый аспект да так и любая ситуация которая дана вам для того чтобы очиститься вас от прошлого то есть отпустить какое-то прошлое да отпустить то что уже не имеет для вас какого-то смысла в контексте развития да то есть вы то может быть и хотите держаться за эту ситуацию но развития в этой ситуации не да вот здесь нужно попрощаться с тем что уже уходит сейчас вам даются шансы что если уж уходят же люди из вашей жизни то значит так и нужно да даже если вам где-то это неприятно возможно у кого-то уходит лишние килограммы пускай уходит с ними мы попрощаемся у кого-то это могут быть ситуации но здесь вот ощущение того что прошлое вам дается шансы может быть с кем-то с каким-то человеком поговорить прояснить ситуацию и разойтись с миром как говорится на прояснение вычищение какой-то ситуации отпускать причем знаете не просто отпускать скрипя сердце потому что мне это как будто бы еще нравится да мне это как будто бы еще нужно а здесь вот так отпускать именно с благодарностью независимо от того какое у вас отношение до либо к ситуации либо к человеку до которого вы отпускаете либо что вы отпускаете да здесь должна быть благодарность поэтому вам нужно это переосознать да то есть здесь вот идет очищение до хочется мне сказать своего рода хорошего что вы чувствуете напоминаю мы рассматриваем момент здесь и сейчас что вы чувствуете что вы чувствуете о ну теперь дьявол переместился а к единичкам на ставим наконец-таки троечек хочется верить и люди переместился к единичкам что вы чувствуете вы чувствуете прилив энергии то есть То есть дьявол здесь не в контексте привязок и зависимости, а в контексте того, что с одной стороны вы чувствуете огромный потенциал силы, прилив жизненной энергии, желание как-то реализоваться, наслаждаться. Вот, как бы так сказать, ощущение того, что в ваших жилах кровь течет. Вот прям, я не знаю, жизнь, иначе я не назову это с одной стороны. И одновременно, возможно, возникают какие-то страхи. Почему? Потому что чисто интуитивно вы понимаете, что у вас сейчас период перерождения. Что-то огромное такое, мощное завершилось. Не случайно мы говорили про то, что вы имеете расставание, прощание, отпускание. Я бы сказала, не расставание, а вот именно отпускание прошлого. Вот, так здесь как раз-таки по чувствам внутри вы чувствуете какой-то зов. Вам нужно идти куда-то, что-то сделать. Возможно, если это профессиональная сфера, у вас неожиданно появляется вот это вот чувство какой-то глубокой задачи в этой жизни. Что я должен сделать? Я не хочу использовать слово «миссию», но если кому-то это понятно, понятнее будет так, то возникают все больше и больше вопросы о том, что, а что я должен, какой, давайте скажем так, какой след я должен оставить в этой жизни после себя. То есть, окей, уроки – это понятно, развитие – это понятно, но что я должен оставить после себя, либо должна, что я должна сделать для того, чтобы вот отпечаток след моего существования в этой жизни, он был благим, да, только не только для себя, но и на благо мира. То есть, это, если мы говорим о каких-то масштабах таких, да, достаточно глобальных, а если в контексте вот именно конкретно вашего состояния, то здесь идет очищение, здесь идет, знаете, сейчас я вам опишу это состояние, оно на самом деле такое классное, клевое, когда попустило вот это вот слово, да, когда человек живет, например, с ожиданиями, да, как там будет, помните, начинали с эмоций, как там будет дальше, да, предвкушение чего-то, а сейчас вы это отпустили, да, сейчас вы как будто бы идете в потоке жизни, и вот ощущение легкости и свободы, не потому что у вас настроение такое, а потому что вы уже не паритесь о том, чтобы как-то придумывать себе какие-то ожидания, о сценарии, как это произойдет, да, то есть вы убираете полностью ожидания, то есть вы находитесь в состоянии принятия, я принимаю, вот будет, я не знаю, плохое настроение, либо какая-то ситуация, тогда я и решу, зачем заранее, то есть вы отпускаете контроль, который единички у меня прям были сильные контролеры, вы сейчас отпускаете. То есть да, безусловно, вы можете опять вернуться к этому сценарию, все продумать, подстелить соломку, но зачем вам это лишнее, да, то есть здесь вот как будто бы хочется насладиться, как-то, знаете, здесь вот дьявол, он мне показывает даже не столь страхи, страхи есть, потому что то, что грядет, это для вас абсолютно новое, и здесь даже не страхи, а очень глубокие фобии, да, в контексте того, что у кого-то может быть вот страх жизни появляться, если это фобия, да, если так можно назвать, да, то есть а как я вообще могу жить иначе и быть счастливым, то есть вот такие, вы знаете, глобальные вопросы, то есть быть счастливым, это как? Я привык всю жизнь там что-то решать, кому-то объяснять, кому-то доказывать, а тут вдруг неожиданно, ну, мне сказали, что у меня не будет проблем, у меня не будет сложности, и как? Мне с этим некомфортно, и мне страшно, вот здесь вот такие состояния проходят, а с другой стороны, наоборот, прилив энергии, и мне хочется доверять, да, первая карта, открытости, эмоциональности, мне хочется быть открытым, я хочу попробовать хоть раз в жизни, да, принять то, что мне дает жизнь, не сопротивляться, не бороться, не продумывать, не контролировать, а просто принять все как есть, да, то есть здесь как будто бы такое очень глубокое внутреннее соглашение с самим собой и с миром, да, то есть я не хочу бороться, я не хочу как-то быть тем, кем я хочу, я хочу попробовать быть тем, кем ожидает от меня вселенная. Я говорю пафосные слова большие, но здесь вот такое состояние достаточно глобальное, что еще вы чувствуете, и вот я говорю тройка кубков, облегчение, да, то есть я не включаю никакие ожидания, например, идете на какие-то переговоры, на какую-то беседу, да, либо устраиваются на работу, раньше вы бы переживали, волновались, а если меня возьмут, либо не возьмут, а если возьмут, как это будет, как я буду работать, а смогу ли я там пятое-десятое соответствовать и так далее, сейчас вы уже не дед, то есть есть задача, вы ее выполняете, надо пойти на собеседование, все, я иду, я убираю ожидания, и это приносит вам колоссальное облегчение, потому что огромное количество энергии, которые вы сливали именно на борьбу, на противостояние, именно на ожидание, очарование и в дальнейшем разочарование, потому что какие-то вещи не подвластны нашему контролю, они выше нас, вот здесь вы эти силы уже не тратите, и они придают вам вот эту вот, какую-то легкость, да, оказывается, так можно было, да, а я и не знала, вот здесь вот какие-то такие моменты, очень глубокие, единички, сейчас у вас серьезный этап, серьезный, но не в контексте тяжелый, да, а именно серьезный, как будто бы вот вас обучают по-новому жить, да, какая-то новая абсолютная модель парадигма жизни, которая нету вокруг вашего окружения, вы как будто бы создаете новую модель существования именно для себя, то есть большинство людей так не живет, поэтому, возможно, это иногда вас пугает, потому что некого взять в пример, некого, знаете, как будто бы проанализировать, а если я буду делать его так, как делает он, то есть ли вероятность получить такие же результаты, то есть вам не на кого опереться, и я сказала, это ваш фундамент, это новое, то, что вы выстраиваете, то, на что вы будете опираться, ну, классно, круто, молодцы, я очень рада за вас, это то, что у вас сейчас происходит, а где вы хотите оказаться, да, то есть это у вас сейчас, да, а теперь мы посмотрим, то есть это то, что вы имеете, что вы хотите, и если между этим конфликтами такое ощущение, что вот конфликта не будет, но все же, давайте сначала посмотрим, да, что вы хотите, где вы хотите оказаться, то есть что вы хотите на самом деле что вы хотите замирание пока у вас нету ожиданий желаний так сейчас весь этот ряд сместиться сюда пока у вас нет каких-то желаний чего бы вы хотели я говорю потому что вы находитесь пока в таком состоянии потоковости да у вас нету каких-то конкретных мечтания желания да вот все все замерзла я не знаете здесь даже не потому что нечего желать я пока не хочу да вот здесь вот он кукла сидит на банке то ли сухофрукты то ли еще что то то есть то что я имею меня полностью удовлетворяет на данный момент да и знаете вот желать чего-то большего да я пока довольствую синицы да вот такое ощущение что до присутствует какая-то легкая нотка такого знаете мечтаний но все достаточно реалистично и вас это удовлетворяет то есть раньше возможно вы и были немножко мечтательными да как-то вот фантазерами в какой-то степень а сейчас вам нравится новая такая вот ваша тактика жить в реалиях да не заниматься самообманом то есть да пускай это будет как-то сухо для кого-то пускай это будет как-то вот но не интересно не эмоционально мне такое ощущение что просто устали да вот от этих качель эмоциональных поэтому мне так комфортнее поэтому все окей это все нормально то есть не пугайтесь здесь как так нету так что еще вы хотите усилия и коллапс ну вот знаете вы не хотите уже больше ни чему прикладывать каких-то усилий до в контексте вот то что я говорил что здесь не я не вижу что будет здесь какой-то конфликт то есть каждый раз когда вы к чему-то предлагали усилия но вам для того чтобы получить что вы хотели либо надо было много энергии и либо надо было ну то есть не случалось так как вы хотели например вы вкладывались во что-то и не получали тут два варианта либо вы получали но какой ценой хочется сказать да либо вы не получали вообще результат и вы разочаровались то есть это приводило вас какому-то коллапсу то есть вы ощущали себя связанными ну вот по рукам и по ногам то есть никак не могли дальше двигаться вот поэтому здесь знаете вот такое я же говорю вот это вот ощущение не смирение примирения да ну то есть я понял окей зачем мне лишний раз мучиться то есть все равно меня ведут туда куда меня ведут поэтому чем быстрее я это пойму тем больше наслаждения я буду получать потому что не надо придумывать то что я придумываю оно не соответствует большинстве случаев с тем что придумано свыше касательно меня и вот здесь вот как будто бы знаете такое вот возрастление произошло и вы поняли зачем мне доказывать высшим силам что нет я вот допустим хочу этого партнера да вы его получаете а потом когда получаете вы разочаровываетесь и до высшей силы вы были правы и вот такое ощущение что вот как будто бы взрослый родитель до третий глаз говорит нам на большой брат говорит о том что блин я тебя предупреждал то есть ну зачем столько сил сливать быстрее бы пошли по моему пути быстрее бы ты получил то что ты хотел но нет ты же хотел шишки себе набить вот пожалуйста вот и здесь как будто вот это вот понимание она у вас уже присутствует поэтому где вы хотите оказаться уже нигде я не хочу оказаться я просто хочу быть меня вот устраивать сидеть на этой банке с печеньками с конфетками я не знаю там что-то и пускай вокруг мир мерзнет мне все равно мне хорошо мне кайфово меня это удовлетворяет потому что любые мои усилия как-то вот ну не не завершались тем успехом который хотел я приносили еще больше извиняюсь за выражение геморроя поэтому зачем мне это надо хорошо что вы хотите иметь да то есть что хотите мы поняли да извиняюсь что имею да что вы хотите иметь касательно вот будущего да то есть там где вы хотите оказаться чтобы вы хотели иметь в будущем ну вот у меня выпадает очень красивая карта до свобода причем свобода да это вот прям как восьмерка восьмерка жезлов да девушка здесь стоит на камне я не вижу чтобы перед ней был хочется сказать как некая такая пропасть что была какая-то дорога вот она у нее связаны руки и ноги но вот эти вот крылья позади они очень прекрасные то здесь вы как будто бы хотели то есть в будущем там где бы вы хотели оказаться вы бы хотели иметь большую свободу то есть неважно где потому что нам показала ряд карт что у вас нету какой-то конкретной цели не цели даже а пункта бы назначение где бы вы себя представляли но где бы вы не были главное условие то что вы хотели бы иметь свободу да то есть вы хотели бы знаете вот как будто бы доверять доверять себе доверять именно миру да то есть как будто бы вот я закрытыми глазами иду но у меня нету страха я ощущаю свободу пускай так вот какой-то вы знаете внутреннее расстояние раскованности вот вот это вот вам хочется здесь она связана по рукам и по ногам по рукам и глазам то есть я не вижу но вот крылья главное чтобы крылья были да и не порезанные у нее не неопущенные крылья а готовая к полету на состояние некого такого вдохновения вдохновение некой такой свободы полет я готова двигаться да пускай я пока не вижу куда пускай пока я не знаю что но вот свободу я хочу иметь на не знаю в контексте чего это свободу там мысли действий либо еще чего-то другого но вот свобода здесь как будто бы вот обязательное условие да чтобы вы хотели иметь королеву мячей да свободу принимать самостоятельно решение но не знаете как будто бы на основе своего собственного опыта не жестко я не хочу сказать что знаете вот прям головы отрезать да я я царь бог и я решаю да кто будет со мной рядом а кто нет на отсечь ему голову нет здесь не про это а здесь как будто бы уметь мне хочется сказать слушать себя свой внутренний голос и принимать решение в соответствии именно со своей интуиции вот здесь ощущение такое что вот наконец-таки я хочу жить как это вот по другим законам когда я уже приобрела какой-то опыт либо приобрел какой-то опыт и я хочу его использовать потому что обычно как бывает я много чего знаю но я это не использую либо не приходит либо не помню либо еще как куча всего так вот здесь знаете чувствуется такая вот маленькая такая нотка страха действительно ли я научилась да действительно я проработал тот или иной сценарий и я теперь в соответствии с выводами этого сценария пробородки могу как-то действует есть такое ощущение что где-то вот немножечко вы сомневаетесь и даже не страх а сомневаетесь что а смогу ли я вот например опыт прошлых зависимых отношений использовать в будущем да к примеру что смогу ли я определить этот человек он опять будет как те отношения которые мне были зависимы либо я уже смогу выбрать то что мне нужно да то есть хватит ли мне вот такой вот прорицательности и чуйки да то есть смогу ли я ее услышать то что она у вас есть она у вас есть но вот нужные моменты почему-то либо вы ей не доверяли либо вы ее не слушали да либо наступали где-то себе на горло и говорили нет я сделаю по своим здесь вот как будто вы знаете о мудрость какую-то приобрели да с опытом с времени вот здесь вот хочется не то чтобы я не ошибилась а чтобы я использовала наконец таки с умом все что я знаю это там где бы вы хотели оказаться что вы хотели иметь еще что вы хотели иметь да что у нас это у нас пятерка педагли да неоднозначная карта чтобы вот как-то вот ее почувствовать потому что в традиции пятерка педагли у нас все равно говорит карта какой-то вот духовной нашей не считай знаете хочется сказать чтобы у вас не было кризисов вот не было краски под картой коллапса она и выпадает да чтобы не было трудности сложности да усталивай устали и это понятно да то есть причем за и знаете усталость не какого-то периода ну вот бывает так я не знаю делаю ремонт в квартире и ты понимаешь что блин целый месяц и и уже устал и уже неудобно и грязно и постоянно этот мебель двигаешь туда-сюда и что-то надо купить да ну то есть и ты понимаешь что это какая-то вот временная да дискомфорт но он временный а здесь не про это здесь какая-то вы знаете усталость жизненная но не от жизни не устал я не устала от жизни я устала вообще а как будто вы знаете вот от самого себя вот от этих кризисов которых я сама себе придумывали бы сам себе придумал я я устал от себя я хочу что-то другого вот там вот хотелось бы именно свободы опираться на свой опыт и и и прекратить конечном итоге создавать себе вот эти вот все проблемы да то есть вы уже как будто бы отдаете себе отчет в том как вы устроены вы как будто бы себя понимаете уже и отдает себе отчет что вот так я больше не хочу но по крайней мере я буду стараться так не делать хорошо давайте теперь а прикольненько огромный расклад если это только первая позиция аналитика у меня такая хорошо чтобы вы хотели там чувствовать чтобы хотели чувствовать ну смотрите опять таки а каких-то конкретных до вещах нет то есть вот здесь как будто бы продолжение то есть смотрите в данном моменте да если мы говорим о сейчас у нас выпал внутреннее состояние когда вас отпустила да попустила я жизненные энергии а чтобы вы хотели там вот где бы вы хотели оказаться да если бы было такое вот место либо какая-то мечта фантазия да то однозначно вы хотели не хотели бы быть снова в своей четверки кубков еще раз повторюсь и говорю здесь вот постоянно какие-то сценарии вашего прошлого всплывает то есть мы начинали не в моменте здесь и сейчас что наконец-таки да я открыта в миру наконец-таки я наслаждаюсь жизнью и по пятерке кубков эмоций да я радуюсь по принцессе эмоции я радуюсь наконец-таки так вот в будущем не важно где что как если мы говорим про чувствование вы не хотите больше попадать в эмоциональное болото когда мне ничего не нравится вот это вот апатическое здесь такое ощущение что вы проделали анализ вы увидели причину-следственную связь какие мысли потому что здесь сейчас уже в момент мысли до стресс мыслительного процесса какие мысли вас вводят в эту депрессивное это состояние да то есть это начинается вот прям с какой-то мелочи что у меня сегодня нету настроение и потом пошла на повозрастающие до накручивание себя и в конечном итоге вы приходите к тому что я никому не нужен и я неуспешный мастер и у меня никогда ничего не получится его другие хорошие а у меня так и вот это вот жалость к себе в конечном итоге что вот я бедный несчастный не могу реализоваться она приводила вас к четверке кубка и к такому апатическому строению меня ничего не радует мне ничего не нужно я хочу закрыть составьте меня в покое то есть однозначно в будущее на ну либо не будущее нам где вы хотели бы вы оказаться вот этих эмоций вы однозначно хотите избегать почему потому что вы очень быстро туда входите в это состояние на то чувство не очень медленно выходит оттуда очень медленно может занять там дни и недели то есть вам приходится себя вытаскивать и вот вы уже понимая себя повторюсь во второй раз и скажу что вы уже не хотите этих состояний и дальше у нас идет шут и идет колесничий да то есть какие чувства не вы хотели бы вы хотели бы как раз таки сканцентрить во-первых обновление какого-то до чувствительного здесь не то чтобы и радость к вам пришла нет а вы хотели бы какой-то вы знаете новых впечатлений я хочу сказать да расширить вот свою эмоциональную гамму да то есть прочувствовать те эмоции которые либо состояние которые ранее у вас не было то есть да возможно была бы радость и там есть было бы счастье но вы никогда не испытывали любовь до либо например вы были какие-то моменты любви но вы не понимали как это я не знаю например переживать по другому человеку именно с точки зрения да а когда он вернется такой знаете вот приятное ожидание дали бы какие-то вот я хочу чтобы он пришел что-то ему сделать приятный до приготовить там я не знаю сделать массаж ну вот какие-то какой-то спектр эмоций которые вы знали что он существует но ранее вы их не испытывали и здесь вот чувство обновления да я устала здесь вот в этой четверке кубка все серо все все обыденно все привычно хочу кого-то чего-то новое как это новых впечатлений хочу вот этих вот вау расширение какого-то не знаю горизонта да увидеть например если всегда были леса и там я не знаю горы хочу увидеть море на чтоб вот она вот это вот свежесть какую-то да привнесло какую-то новизну обновление моего чтобы она меня встряхнула всколыхнула да там я не знаю бабочки запорхали где у кого они там летают и вот это вот новое состояние очень хочется направить на какое на достижение какой-то конкретной цели то есть не просто так вам находиться в этом состоянии а с какой-то целью например в этом состоянии я хочу создавать какие-то новые продукты для себя в этом состоянии я хочу я не знаю путешествовать в этом состоянии я хочу обновить свои взаимоотношения с партнером либо с любимым человеком семье с детьми то есть на что-то направить эту энергию не просто быть в ней а потому что это вот огромное по дьяволу я вам говорил у вас сейчас открылся колоссальный такой знаете залеж энергии пласт энергии жизненной энергии на основе которой можно взращивать да и создавать все что угодно но ее нужно куда-то направить да то есть потому что иначе если энергия никуда не направлена появится наши любимые товарищи вампиры которые нам помогут избавиться от этой энергии потому что энергия нужна всем если ты не умеешь ей пользоваться до тем кто знает куда ее применить и как использовать так вот вот такое вот у вас состояние значит здесь мы смотрели что сейчас здесь где вы хотите оказаться и конфликт между тем что вы имеете и что вы хотите существует ли я не думаю да что был какой-то вот конфликт не вот мне кажется прямо такая логический переход от одного к другому но все же если что-то что мешает вам быть там я не знаю где вы хотите но мне кажется вам нравится просто там где вы есть сейчас что вы может помешать выпадает подвешенный да что может мешать и какой-то вот знаете к остановка подвешенное какое-то состояние да когда ничего не происходит либо когда знаете вы смотрите на мир привычным взглядом хочется сказать постоянно обном вам же нравится сушит по состоянию обновляйте что вы не делаете да чтобы вот быть так как вам хотелось бы здесь что вы не делаете и вам нужно научиться здесь выпадает изобилия девятка материи вам нужно научиться замечать изобилия но чтобы это замечать да у вас уже есть ту спинтакли возможности когда мы говорили что вы имеете сейчас вот вам нужно замечать да не избавляйтесь от этих возможностей да то есть сначала ощутите это изобилие внутри себя и только после того как она вам станет комфортным привычным дак только того как после того как это станет часть вас тогда вы сможете замечать все что касается изобилия вот богатство мира на возможности где есть поток денег только после этого вы сможете замечать почему брать потому что пока это нету внутри вас вот этих вот состояние вот этих вот мыслей идей ощущений даже если это будет вовне она вам будет чуждо вы не будете этим пользоваться да вы будете избегать наоборот этого потому что она вам будет казаться враждебным как бы смешно это не звучало поэтому замечайте в себе насколько вы изобильны и где вы сами себя останавливаете ну и прекрасная карта которая говорит будущее скрыто ну на этом наверно единички я и остановлюсь и вот будущее скрыто где вы себя останавливаете ну вам пока не показывает да в принципе вы знаете если честно нигде себя не останавливать мне карты показали что если выпадает на момент здесь и сейчас суд верховный суд и дьявол у меня такой такой такого с этого соединения как у меня не было потому что одно говорит о жизни я имею ввиду про дьявол и суд говорит о перерождении глубоком таком знаете это вот как будто бы вулкан спал-спал и вдруг извержение вулкан не просыпается просто так и не просыпается так часто вот здесь вот что-то такое аналогичное у вас в жизни произойдет либо происходит сейчас ну здесь не про то что вы не упустите этого вы это не упустите потому что вы это ощущаете то есть не заметить это невозможно в такие у меня были единичка переходим с вами к позиции номер два красненькому камешку двоечки что сейчас да то есть мы посмотрим три вопроса на сейчас посмотрим теперь вопроса где вы хотите оказаться да и потом посмотрим если между сейчас и там где вы хотите оказаться конфликта то есть вот такой формат и так что сейчас что сейчас вы делаете контроль здесь вы так это император да здесь вы сейчас принимаете знаете какое-то решение на я не вижу чтобы вы как-то вот действовали да я бы сказала что сейчас вы как будто бы сохраняете хочется такая суверенитет сохраняете свои границы больше защищаетесь вот так я скажу да то есть не впускайте никого и ничто в свое пространство вы как-то охраняете охраняете себя контролируете до входящие и исходящие звонки фильтруете дальше что у нас здесь выпадает цикличность и обмен вот кстати обмена сейчас я не вижу чтобы у вас происходил почему потому что я сказала да вот вы сейчас находитесь на контроле и вот мне сразу хочется сказать что вам не хватает какого-то взаимодействия то есть вы создали сейчас какие-то такие условия своей жизни да что как будто бы вам пришло понимание некой такой цикличности в вашей жизни и вы поняли что либо где-то я давала много либо где-то я получала ну то есть обмен был неравный и вот пока вы определитесь новой тактикой как вам быть так как вам вести то есть снова давать либо снова принимать то есть понимание да вот новой тактики модели поведения где вы были цикличных чем-то на пока вы определитесь у вас обмена по сути нету с миром не самим собой до внутренние не с миром то есть как будто бы знаете вот есть два потока внутри вас и они никак пока не пересекаются пока знаете вот поставлен какой-то такой разделитель да то есть как этот с обезьянкой красивые налево да а умные направо и вот красивые умные не не пересекать потому что я пока не могу определиться да то есть не потому что куда мне пойти красивым либо кубным а как соединить красивых и умных да потому что когда было много красивых но мало ума это тоже как-то не прокатывала потом когда было много ума но мало красоты вроде бы никто и обращал опять таки внимание так как же мне быть вот вот пока это обезьянка сидит и думать как ей определиться пускай красивые будет с красивыми тусоваться а умные с умными а я со стороны пока понаблюдаю вот ваша позиция такая больше наблюдательная на данный момент это то что вы делаете что вы имеете на то есть действия пока я в скале никаких да что вы имеете ну имеете вы звезду вас конечно же есть как это сказать нежелание вы имеете свою душу я не знаю как это объяснить то есть вы находитесь в таком знаете приятном состоянии своей души то есть у меня есть душа я с ней контактирую вот как-то вот в себе вы находитесь да в состоянии некой такой духовности внешний мир он пока там посидит там все псы охраняет все окей я пока побуду с собой да я пока поизучаю свою душу что хочет она как она хочет здесь больше пока акцент на состояние своей души я бы так сказала что вы имеете да то есть вы здесь можете себе пока там на страже все стоят я пока разрешаю себе немножечко помечтать по фантазировать да может быть надеюсь на либо создание новой семьи либо какие то вы знаете хочу наполнить здесь хоть вопрос говорит о том что вы имеете вы как будто бы хотите наполнить себя вот какой-то энергии такой теплый энергии заботы энергии здесь не про любовь и здесь не про холод а энергии такие знаете ну вот я когда кто-то по головке погладит да и вот вот эти вот такие теплые прикосновения они как-то успокаивают и вот вам вот этого состояния не хватает какого такого некого успокоения не для того чтобы заснуть а для того чтобы и даже не знаю как это это вот как укачиваешь ребенка особенно на руках вот эти вот знаете движение монотонные да я просто помню себя ребенком когда на на руках я не помню чьи это руки были мамины папины и не знаю но вот это вот состояние когда тебя качает в одну сторону да то есть в сторону головы у тебя такого глаза закрывается а когда в обратную сторону открывается закрывается открывается и вот это вот укачивание убаюкивание и кстати знаках как этот тело да есть так можно сказать если вы видите что человек сидит вот так вот в кресле раскачивается да это примерно тот же формат то есть человеку некомфортно хочет себя успокоить то есть обращайте внимание да я хочу себя как-то успокоить чтобы не было комфортно так вот здесь у вас такое состояние убаюкивания либо вот желание как-то наладить контакт с семьей с родом с родителями либо вашей семье ну то есть которая вы создали либо в родительской вот какой-то знаете корень объединения именно как-то вот родов что ли ну здесь какая-то семейность присутствует что вы хотите иметь вот либо вы мечтаете о семье такой теплой сплоченной либо вам необходимо сейчас какое-то вот успокоение на в семье то есть почувствовать что я часть какого-то вот большого клана хочется сказать да большого рода вот здесь такое сопричастность именно к семье к родословной какой-то что-то здесь такое и вот у меня выпадает иерафан то есть десятка педагли иерафанты и звезда безусловно если говорить совсем просто да то есть желание допустим создать официальный официальный семьи официальный брак да но иерафант у нас все-таки он еще и говорит о традициях он все-таки говорит о божьих законах если так можно сказать да и вот звезда у нас тоже говорит о состоянии души да именно о чем-то таком возвышенном да о духовности и семье то есть как будто бы не хватает знаете не земной семьи а возможно для кого-то я не знаю может вы практикуете да свое как это можно сказать семью на тонком плане да то есть свою монаду то есть соединиться соединение всех душ до родственных каких-то душ что-то здесь вот такое достаточно возвышенное то есть это либо через практике если вы это практикуете сейчас а если не практикуете то вообще как человек вот это вот желание собраться всей семьей это не знаю какой-нибудь праздник да когда все и дети и внуки и правнуки и тети ну то есть одной большой такой семьей вот причем не не просто ради галочки да а именно знаете вот с чистым намерением чистым побуждением вот чистоты какой-то душевной хочется теплоты поэтому я сказала теплоты не наигранности а искренности когда каждый член семьи заинтересован в этом союзе до соединение имя виду в семье что вы чувствуете да что вы чувствуете сейчас какие у вас чувства и рафан нету нету вас чувств тарелых сказал нет у вас чувств нет ваши чувства они направлены отшельник ваши чувства они направлены на внутренний анализ сейчас да все такое ощущение что-то у меня единички перешли к двоечкам потому что двойкам не свойственно вы очень эмоциональные люди вам не свойственно включать рационализм но мы все взрослеем мы все постоянно меняемся и поэтому здесь вот вы вы как будто вы знаете ваше чувство не вы ищете путь вы ищете себя вы ищете знаете как будто бы хотите понять что я говорила ранее да по императору все-таки какую модель выбрать для себя какая тактика для меня будет наилучшим поэтому чувствование в контексте других здесь не присутствует но в контексте ощущение себя внутреннего какого-то понимания себя это может быть да но чувство не и понимание это вот ну немножечко разные вещи да вы как будто бы вот и опять выпадает здесь выдала десятка педагрис здесь у меня выпадает десятка кубков как семья по крайней мере в этой колоде семья адресована и шестерка кубка ваше чувство не знаете вы как будто бы хотите найти внутри себя вот у вот состояние что сказать безобидное какой-то вот детской до открытости доверия какого-то доверия наполненности вот чтобы все кубки были наполнены и чтобы было вот это вот радость что ли беззаботность какая-то то есть здесь вот вопрос семейности он у вас очень проходит очень по крайней мере на сейчас очень актуален и мне хочется сказать что вы подходите более зрело уже именно постановки либо создания семьи либо восприятия семьи то здесь уже анализ если вы в возрасте да когда хотите создать семью там детей то здесь вы как будто бы определяетесь да какую семью я хочу да что я хочу если у вас уже и семья как будто бы как-то ее перестроить да переоценка какая-то здесь вот у меня идет хоть карты не указывают на это напрямую но косвенно вот это вот ощущение да как будто бы я сейчас понимаю зачем мне нужна семья какая семья вот как бы я ее хочу создать либо как бы хотела создать либо как бы изменить и вот здесь касательно семейности да то есть допустим в молодости просто нам понравился человек и мы говорим окей давай мы с ним будем встречаться встречаться живем потом просьбы дети появились а здесь вот какое-то зрелое понимание да что есть семья да что есть корни и вот что-то здесь такое и по эмоциям вам хочется вот какая-то ностальгия да приятная ностальгия из прошлого но ностальгия не в контексте грусти а в контексте для того как вы вспоминаете как это было да может быть в детстве как вас любили либо я не знаю там ездили на леток бабушки с дедушкой и вот это вот беззаботная с детская да когда радуюсь я не знаю это могут быть мгновение да то есть если кто-то скажет что вот у меня не было детства где это понимаю но все равно были какие-то моменты я не знаю может быть кто-то там конфетку дедушка подарил там либо я не знаю пошли на рыбалку там посидели пока рыбу дед ловил там и вы либо отец и вот что-то какие-то вот такие знаете вот мгновение вы их вспоминаете им но это причем-то обязательно должно связано с семьей как это быть да не какие-то там профессиональные либо еще что-то там а именно ваши сугубо личные моменты которые вы запечатлели в своей памяти так давайте теперь мы с вами посмотрим где бы вы хотели оказаться собака привет где бы вы хотели оказаться если такой потому что по первой позиции такого не было где бы вы хотели оказаться мне кажется у вас будет так пока вы еще не знаете пока вы еще не определили здесь у меня выходит поиск видите карты как хорошо дублю то есть где я сейчас и где бы я хотела оказаться если какой-то конфликт я пока не могу понять да но у меня есть готовность да то есть глупец мудрец у меня есть готовность вот такой вот шут в театре кукол действительно шут идет по веревочке везде эти знаки дорожные до указатели присутствует и есть воздушные шарики ну то есть я готов да я пока еще не могу понять то есть у меня нету четкого направления но есть внутренняя готовность того что где бы я хотел оказаться там где меня не было ранее я сказала там где меня не было ранее выпала карта которая называется отсутствие вот да то есть можно было сказать о том что собака вали отсюда там где меня не было да что ну можно было сказать о том что просто лежу и мечтаю нет хочу просто побывать либо чтобы со мной случилось то чего ранее не было либо побывать там где я раньше не был но вот где это какое-то место да я пока четко определить не могу то есть это место может быть как физической да в мире в каком-то либо это может быть внутри да то есть внутренний какой-то поиск себя прожить иначе говоря какие-то состояния которые я ранее не проживала до которые я не знал хорошо так да это что вы имея имели бы там да что вы имеете либо хотели иметь там где вы хотели бы оказаться чтобы вы хотели иметь девятка мечей однозначно вы не хотели бы чтобы вот в том месте вам было страшно да чтобы в том месте вот как-то вы себя накручивали винили здесь какая-то знаете страхи боязнь да когда все мечи вот вы как будто бы на сторож это осторожничать не хочу как-то вот себя ранить не хочу чувствовать вину не хочу вот эти вот все негативные состояния которые столько лет были у меня я я устал я устала вот это вот я не хочу то здесь не то что вы хотите что что имеете а вот вы не хотите чтобы было страшно вы не хотите выпадает отшельник на повторе вы не хотите ощутить одиночество вы не хотите ощутить себя ненужным брошенным до человеком запутавшимся не понимающим куда он идет до глупым каким-то да вы смеянным вот мы говорим о том что имеете а здесь у меня чувства почему-то идут выпадает верховная жрица чтобы там хотели иметь да знаете вот хочу хочу чтобы все было прояснено да чтобы ясно что была ясность чтобы не было никаких тайм не было никаких недомоловок не никаких вот то знаете не досказывание не было в холодности потому что что отшельник да это таро привидение что отшельник что верховная жрица здесь какая-то вот холодом веет тишиной и холодом и вот это вот вас а отчуженность и отстраненность такие мне слова идут вот вы это не хотите ощутить знаете вот изгоем вот простым простым слова скажу не хочу не хотели бы до чтобы это было так что вы чувствует то есть где там где вы хотели бы оказаться до чтобы вы хотели чувствовать нету какой-то вот определенность опять-таки даже там в каких-то чувствами да почему там что вы знаете вот сейчас у вас нету определенности вы находитесь процессе анализа поэтому что-то представить вам как будто бы сложно потому что вы сейчас еще не определены аркан влюбленных нам говорит о том что вы пока размышляете но однозначно по влюбленным у нас идет красота у нас идет красота мира гармонию то есть вы хотели бы что ваши чувства с одной стороны да чтобы были наполнены любовью но хочется чтобы в душе было красиво да чтобы была была какая-то эстетика безусловно аркан силы чтобы вы все свои страхи обуздали да чтобы вы были сильным человеком да знаете здесь вот сила не физическая силой духа чтобы вам хватало всегда силы решать сложные задачи уметь себя отстоять уметь сделать правильный выбор вот мне кажется вообще вам по жизни не хватает вот это вот чувствование не то что у вас нету силы а понимание этой силы у вас нету то есть нету вот состояние такого когда знаете вот внутреннюю уверенность да я чувствую себя сильным человеком сильный духом сильные воли вот все время вам кажется либо вам говорили что вот вы какой-то вот мягкий бескребетный ну вот как тряпка и вы как будто бы это приняли на свой счет и поэтому вам все время хотелось вот мечтаниях да возможно хоть 90 процентов меня смотрят женщин но вот у меня идет такая картинка да хочу быть суперменом на супермен который сложный момент придет защитить других то есть есть сила какая-то да это может быть физическая сила либо суперсила до сверхсила какая-то вот я хотел бы ей обладать почему так вот как-то вот я могу себя проявить почему потому что здесь очень много подавленности да нету проявления себя и последний аркан на чувства не у вас выпадают все великие арканы очень много великих арканов говорящих о серьезности какой-то ситуации в вашей жизни которая сейчас проходит то есть этап такой взрослении неоднократно я говорила про том что у двойки сейчас молодцы возросление какое-то происходит на чувствование умеренность да не про то чтобы вот эмоций не было а я бы сказала так чтобы вы сбалансировали да здесь как будто бы вы научили научились управлять своими эмоциями потому что они вас ну как знаете вот обуздать эмоции потому что они причиняют вам с одной стороны это часть вашей души да ну то есть вы эмоциональный человек а с другой стороны как говорится горе от ума в вашем случае горе от ума от эмоций так вот вы хотели бы как-то знаете вот излечиться да здесь как будто бы выздоровления какого-то не хватает а то есть я хочу быть здоровым чтобы эмоции не управляли чтобы они не причиняли мне боль чтобы они меня не ранили да вот и от этого я хочу почувствовать силу здесь вот про это и давайте мы теперь посмотрим если у вас конфликт между тем что вы имеете сейчас и между тем что вы хотите ну опять-таки как и в первой позиции я не вижу что были какие-то конфликты почему что здесь вы находитесь в моменте определения что здесь вы пока четко еще не знаете как конкретно да но по крайней мере знаете чего вы не хотите чего хотите не знаете а чего не хотите это знаете так обычно бывает с людьми что вам мешает между этим 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 что вам мешает надежда надежда знаете здесь я скажу как причем вот на повторе у нас и звезда надежда не в том что вы надеетесь на что-то а наоборот отсутствие надежды сейчас в том состоянии в котором вы находитесь да вы как будто бы не видите ну ясное дело сейчас вы анализируете и поэтому вы не видите свою путеводную звезду на ваша задача будет прийти именно к этому свету на к этому маячку внутри вас который вас выведет из вашего лабиринта вот этой вот тьмы какого-то туннеля и поэтому сейчас у вас нет каких-то надежда то есть вы ни на что не надеетесь с одной стороны это хорошо да вы более реалистично смотрите на вещи с другой стороны опять-таки надежда умирает последний а золотая середина во всем всегда прекрасно что вы не делаете усиление карта усиления вот смотрите в самом начале я говорил о том что нету обмена да вы не взаимодействуете с миром поэтому посмотрите здесь две куклы соединили свои спички и вы какая-то искра приходит то есть только вдвоем при союзе у нас происходит какое-то усиление так вот чего вы не делаете сейчас да у вас нету соединения нету контакта не только с внешним миром да но и внутри то есть пока вы что-то там ищите определяете да вы не можете поток красивых и поток умных а внутри себя соединить то есть вы не не соединяете сначала внутри себя на какие-то силы и двойственные чтобы вот приток был для чего притока энергии для того чтобы определиться чтобы увидеть куда мне дальше двигаться ну и как следствие во внешнем мире да тоже как-то не взаимодействуете сейчас с людьми где вы останавливаетесь до прорицательность на переменах а то есть пока перемены у вас не происходит да то есть чисто логически мне кажется да пока вы внутри себя находитесь погружены в определенности да вы не готовы посмотреть вовне да то есть вы не готовы что-то изменить для того чтобы что-то изменилось нужна решительность чтобы было решительно то есть решиться на что-то я должен либо должна понять а на что я хочу решиться да то есть и вы вот этим вот пока и занимаетесь поэтому я не вижу что есть какой-то вот конфликт между этим и этим на больше это вот какая-то вот продолжительность то есть каждый раз когда что-то новое вы открываете в себе и понимаете в сейчас это будет влиять вот на хотелось бы сказать на ваше будущее на то где вы хотите оказаться то есть как только здесь меняются какие-то составляющие будут меняться и в будущем так это у меня была позиция номер два к собираю карты двоечки я хочу сказать что вы огромные молодцы вы очень много над собой работать не то что другие люди не работают я имею ввиду другие позиции я просто вижу по картам как они меняются у меня у троек тоже такое есть да и у единичек но просто знаете всегда в семье есть разные характеры детей и может быть где-то это и несправедливо в какой-то степени о том что если например есть ребенок сильный который самостоятельный да все сам решает как-то его меньше благодарят и хвалят ну это же твоя природа да то есть ты же сам можешь все решить дети которые такие вот мягкие чувствительные все время хочется оберегать их больше хвалят их больше как-то обращают на них внимание потому что чисто теоретические считают слабыми ну то есть сильные это сильные да с ними так типа все хорошо тоже сильно а вот слабых надо как будто бы вот поддерживать больше так вот здесь двойки не про слабость а про то что вот вы именно такие знаете чувствительные ранее ранее ранимые люди и вам больше нужно внимание для того чтобы вас поддержать да то есть вы из той категории людей которые долго долго раскачиваетесь но потом когда раскачались вас фиг остановит я извиняюсь за выражение да то есть вы знаете это как деревья есть деревья молоденькие такие мягкие и а есть деревья уже взрослые устаканивши такие зрелые да и вот когда выпадает снег первая категория деревьев она прогибается по тяжестью снега как только он растает она снова выпрямляется они более живучие а вторая категория вот этих сильных до ветки не гнутся и от тяжести снега они ломаются так вот сильные люди ломаются и вот нам иногда кажется что наши дети расти которые сильнее и меньше внимания и заботы нужно а те которые вот более мягкие больше конечно же это несправедливо у мира свои какие-то понятия справедливости свои законы нравится нам они или нет но в любом случае вас именно вас мне хочется больше поддержать не то что других я не хочу да вот но почему-то именно вас потому что последнее время в раскладах я я вижу много такой вот более до вскрывают достаточно болезненные сценарии я по отношению к вам вот а поскольку я сама чувствительна боли то мне хочется что я вас понимаю поэтому окей и мы с вами переходим позиции номер три зелененькому камешку так ну что троечки а значит что мы и смотрим нет вот такова вы сначала мы смотрим момент здесь и сейчас да что вы хотите потом посмотрим где бы вы хотели оказаться и если между тем что вы имеете сейчас и тем что вы хотели бы иметь или где бы вы хотели оказаться если конфликт крайне мере предыдущие позиции показали что конфликта там не было будет ли у вас давайте посмотрим и так сейчас что вы делаете вы приходите к равновесию до хочется сказать вы приходите к балансу может быть внутри вас это может быть как и вовне да то есть вы по крайней мере либо поняли осознали что есть для вас золотая середина либо вы сейчас фокусированы именно на познание этого момента как уравновесить что давайте посмотрим что вы хотите уравновесить значит с одной стороны смотрите с одной стороны новизна эмоции до кубки все такое здесь у нас значит равновесие вот эти вот качели шаг лево шаг право да на кнопки попадешь то есть один уходит из этой упряжки да и другой сразу попадает на кнопки вот а с другой стороны у нас значит аркан упорство да то есть подталкивает он эту лошадь красиво нарисована так забавненько кукла то есть что вы между чем и чем вы ищите золотой середины то есть с одной стороны я понимаю что нужно обновиться я понимаю что нужно что-то новое да нужно пойти не в новое сделать что-то новое это может быть как эмоциональный аспект как может быть профессиональная вашу сфера да то есть двинуться дальше вот а с другой стороны вы как будто бы и не двигаетесь да и вот здесь бедная несчастная кукла почему-то у них шапки мне напоминает наперстки на голове вот она значит эту лошадь толкает толкает а лошадь не толкается причем очень забавно да здесь у нас качели и однако и то есть одна карта боковая и другая не смотрят друг на друга прям вовнутрь да то есть новинка идет со стороны допустим мужчины то есть активность да то есть я могу предположить мне сразу так включается действия нужны какие-то действия до активные я понимаю надо двигаться женской части она как будто бы ну упрямится здесь как раз таки мужчина идет к женщине да он толкает эту лошадь то есть двигайся двигайся то есть где-то получается что логикой разумом я понимаю что мне не хватает какого-то обновления вот не какой-то активности но бессознательное возможно там есть какие-то сценарии какой-то прошлый опыт он останавливает меня и я упираюсь я не хочу идти и не хочу двигаться в это новое вот что-то здесь такое да вы какое-то вот такое делаете вот но при этом вы удерживаете равновесие такая тонкая тонкая грань между тем чтобы не не знаю может быть как-то дозировано действуете ну что-то сделали да и потом не то что шаг назад шаг вперед два назад а вот шаг вперед и немножечко потоптались на месте опять шаг вперед немножечко потоптались на месте типа назад и я уже не иду но и двигаться не хочу до где-то топчемся как-то вот вот так вы сейчас действуете хочется сказать я хорошо что вы имеете на сейчас посмотрим на колоде приведений второе приведение что вы имеете на сейчас вот сейчас как раз таки у вас тишина такая да девятка что это девятка жезлов здесь говорит о том что страж стоит перед башней до тихо внутренняя тишина да то есть сейчас вы как будто бы хотите успокоить себя внутри прислушаться к себе и понять и сейчас вы словили какую-то тишину и я бы сказала замерли да то есть здесь нет какого-то анализа прошлого как обычно в классике а здесь вот как будто бы ничего такого особенного не происходит и в этом есть своя какая-то прелесть что еще вы имеете то есть нету на каких-то моментов рыцарь пендакли да здесь а этом чего рыцарь пендакли что вы имеете да я бы сказала знаете какую-то вот свою привычную обыденную рутину кстати рыцарь пендакли нам тоже говорит я делаю один шаг за раз да то есть я никуда не бегу я не не тороплюсь такая знаете вот какая-то размеренная спокойная жизнь хочется сказать работа дом дом работа все понятно все известно и здесь даже знаете это вас и не напрягает то есть нету какого-то отягощения какой-то скуки нет все идет так как идет это что это у нас до восьмерка пендакли здесь ну то есть у нас сразу но троечек идет профессионализм до мастерство что вы имеете вы как будто бы работаете да здесь такие ну прикольная картина невеста надгробие выпивает да то есть как это отчеканивает монеты обычно а здесь вот какое-то вот такое надгробие то есть работы и приведение такой по моде на в очках такой классно стоит поэтому что вы имеете сейчас хочется сказать тишину размеренность и работу мастерство ну то есть вы делаете то что должны и знаете фоновое такое спокойствие здесь нету радости здесь нету каких-то эмоций но здесь и нету негативных эмоций то есть не позитивных и негативных то есть такая фоновая такая такой спокойствие знаете как будто бы самая темная ночь перед рассветом когда что-то произойдет и вы знаете что что-то произойдет но пока это произойдет и именно поэтому вы как будто бы наслаждаетесь этой тишиной да то есть вы не торопитесь потому что чисто интуитивно не вы знаете что будут перемены и вы знаете куда вас приведут прямо сразу чувствуется это хорошо а что вы чувствуете сейчас а чувствуете тушь кубков до прилив эмоций а здесь дайте даже нет ни прилив эмоций здесь идет какое-то ваше внутреннее наполнение вот вы как будто бы чувствуете что капля за каплей наполняется ваш кубок то есть когда кран протекает и вы подставляете кружку до либо какую-нибудь миску вот капля за каплей капля за каплей потом она наберется да вот здесь примерно такой же до что вы чувствуете по капли капак по капли вы себя набираете здесь ним не эмоции вы набираете а вы как будто бы себя собираете по капле какой-то вот свой свой ресурс на вы как будто бы не в ресурсе поэтому здесь у меня проходит тишина на здесь вот это вот линия мне показывает что вы пока в новой не идете потому что вы не ресурсны хотя вы ну понимаете что вот ваши профессиональной сфере да нужно себя как-то периодически мотивировать да надо как-то периодически себя поталкивать вот вы ну прям великие арканы на чувствование колесо фортуны и император император это тот который умеет управлять своими чувствами на то есть он не он не холодный а он понимает что рассудок и холодный ум он важнее нежели чувство для принятия какого-то решения и для управления своей империи поэтому если мы говорим о чувствах то пока колеса нестабильные чувства колесо фортуны вы как будто бы ждете нужного времени нужного часа когда вы наполнитесь ресурсами энергии здесь вот энергии до ресурсами чтобы принять какое-то правильное решение и дальше уже не в соответствии с этим действовать я не вижу чтобы здесь были какие-то вот эмоции да вот всплеск эмоции каких-то еще раз повторюсь не негативных и не позитивных никаких нет но это и казалось бы сейчас к лучшему потому что знаете какое-то затишье мне показывают картину такой забавный да когда партизаны такое вот поле трава и партизаны значит лежат и на земле и один другому подает какие-то сигналы типа ну тихо да то есть вот потом мы рванемся в этот бой да и будем куда-то бежать сейчас надо затаиться вот здесь вот как будто бы вот такое состояние партизаны вы мои троечки вы затаились а почему потому что ну понимаете что вот у меня такое ощущение что какой-то вот прорыв будет да и пока этот прорыв будет вы как-то себя успокаиваете да то есть и чтобы и не бежать потом вперед за родину свободу не знаю почему у него война идет хотя я не люблю вот эти все военные фильмы и исторические но вот здесь вот что-то такое то есть когда прорыв придет да вы вы будете знать а пока вот вам надо посидеть в засаде пока причем знаете не даже ничего не делать здесь нет такого что там по анализировать подготовиться нет просто сидите тихо замрите вот такой вот у меня ощущение что замерли ничего не происходит ничего не чувствую и это какой-то фэнтези есть межмирье да а у вас междыхание да то есть это и не вдох и не выдох вот замерли вот какие-то доли секунды да вот прежде чем сделаете этот глубокий вдох хорошо где бы вы сейчас хотели оказаться мы прямо любопытно вот с такой позиции так чтобы вы хотели на чтобы вы хотели легкость так что еще при умножении при умножении исследования ну конечно же тройки же всегда активны вот поэтому здесь показывается о том что вы хотели чтобы двинуться куда-то куда-то к своей цели причем интересный момент легкость исследования да то есть две карты и они вот так одна карта в одну сторону а следование в другой про все дни карта так интересно разговаривать легкость хочу в одном направлении а путь ну цель эти исследовать в другом направлении вот прям как у качели да абсолютно в разные то есть разрывает да то есть легкость это вот прям как раз таки в контексте эмоции новизны поэтому где бы там я хотел оказаться да чтобы я хотел вот хочу хочу эмоции до хочу новизны хочу легкости а с другой стороны там где было упорство да там где-то лошадь двигалась да хочется какого-то движения до следовать каким-то своим целям но не просто следовать а хочу вот при умножении да чтобы было какое-то вот увеличение да чтобы в два раза было больше я не знаю энергии денег там состоянии возможности еще чего-либо то есть где бы вы хотели оказаться здесь четкого места нету но однозначно в нем должно присутствовать присутствовать как как-то знаете легко хотите прийти какой-то цели которая даст вам результатов вот так могу сказать но у меня в голове не складывается да вот это вот легкость исследования потому что они в разные стороны смотрят как-то хорошо здесь что-то меня опутаете как обычно тройки ну давайте посмотрим дальше я соображу то есть что здесь мне показывает какой-то вот знаете как это резиночка одна в одну сторону а другая в другую тянет и здесь где-то зацентрирована да и вот как-то вот так ну это конечно никуда не будет двигаться потому что все будет перетягивать одно на другое одно другое хорошо чтобы вы хотели иметь на там бы где вы хотели оказаться какой-то своей цели до результаты чтобы вы хотели там уметь так девятка пиндакли мне в девятки пиндакли здесь нравится что сидит девушка но у нее над головой значит два четыре шесть восемь а где девятая восемь птиц ну то есть приведение сверху восемь птиц то есть я правильно посчитал чтобы вы хотели иметь знаете вот какой-то легкий самодостаточный дать то есть она краски падает у меня под легкостью это легкое самодостаточное деньги хотели бы чтобы были да и желательно чтобы этот источник поток он был ну как-то сам налаженный до сама приходила какие-то вот активы которые не надо над ними париться к этой источник дополнительные хочется сказать чтобы еще он то здесь вопрос денег сразу стоит чтобы еще а вы хотели иметь на что вы хотели бы но здесь опять-таки рыцарь мечей нацельность очень созвучно с следованием нацельность на что на туз жезл на какие-то возможности до начинания то есть здесь у меня знаете ощущение того что вы себе как будто бы представляете там где вы хотели бы находиться на как вы реализовываете достигаете те желания которые вы хотите то есть желание касательно именно финансового аспекта да и своей состоятельности то есть ощутить себя человеком таким независимым состоятельным который умеет достигать цели в принципе это качество у вас есть да но сделать это в этот раз достаточно легко то есть без трудности без препятствий без сложности вы как будто бы себя видите человеком который уже достиг того о чем он мечтает но в вашем случае не про мечтание вы не мечтать или а вы целеполагатель у меня вот здесь как будто бы ну вы хотели бы видите себя и причем даже не достигшего а человека который находится в процессе то есть вы еще и процесс некий не только результата да вот вам важен процесс сам процесс как вы это будете достигать потому что именно это придает вам какого-то вот удовольствие наслаждение что ли то есть не сама конечная точка а именно путь которым вы идете то есть знаете не то когда вы прибежали уже на лошади а вот как и на нее садитесь вот машете этой шашкой чем-то в чем чем у кого есть и эге гей понеслись вот это вот сама скачка само движением воздух вот это вот азарство вот это вот вам приносит но процесс вам приносит удовольствие так либо вот то есть знаете этот за идею до за за колхоз за сталина за родину и вот да за родину и все понеслись что-то здесь вот такое вот какой-то такой дух авантюризма у меня проскальзывает хорошо а что бы вы хотели там чувствовать то есть понятно вы хотите достичь каких-то целей что хотите чувствовать там либо ну вот двойка кубков да во первых любовь да а во вторых гармонию то есть любовь это может быть прямом смысле ваша по отношению кому-то на какому-то партнеру либо что вас наоборот любит либо вот этот вот обмен до между принятием и отдачи то что есть вот это вот равновесие наконец-таки которая была на качелях да я его нашла либо нашел то есть вот эта легкость до самодостаточность самодостаточности тоже птицы летают опять-таки легкость и гармония то есть я гармоничным путем пришла и получила вот это вот внутреннее удовлетворение от достигнутого да и что-то здесь такое еще какие чувства но здесь чувство обновления новизны когда вы идете в новое и девятка педагли на повторе здесь если говорить ну чувств как таковых нету но состояние общее да когда знаете спокойствие я бы так сказала спокойствие достигнуто это не потому что вы как-то знаете вот остановились на достигнутом нет а это представьте как будто бы вы но я не знаю выиграли очень большую сумму каждого большая сумма своя и и вот вы расслабились да то есть теперь мне не надо там париться откладывать деньги там за коммуналку там еще какие-то расходы то есть деньги есть и я чувствую уверенность у вас самооценка вообще самооценка и и деньги имеют прямое отношение но вот в вашем случае а это вас расслабляет то есть когда у вас есть деньги то есть деньги для вас это не ресурсы на что-то а это во первых ваше внутреннее состояние безопасности даже вы можете не пользоваться этими деньгами но если вы знаете что у вас на стороне есть какая-то сумма денег как подушка безопасности да сама идея она вас расслабляет а когда вы расслабляетесь вы действуете по-другому то есть когда есть деньги вы сразу автоматически чувствуете себя уверенным человеком ну например есть деньги вы идете на собеседование и вы знаете что вы пройдете потому что у вас есть внутренняя уверенность а когда денег нет вам надо пойти на то же самое собеседование тот же самый человек допустим да вы изначально будете ощущать что это будет провальное дело почему потому что нету денег отсутствие уверенности и как следствие вы получаете результат что не получилось то что для вас вот финансы поэтому именно проявление себя в социуме до создания какого-то вот своего образа какой-то своей роли состоятельного человека благополучного для вас очень важно то есть вот это вот ощущение она придает вам уверенности деньги придают вам уверенности и поэтому если мы говорим здесь чувства какие бы вы хотели вот отсюда вот это вот гармония да и спокойствия а того что я спокойно могу себе позволить я не знаю новые возможности куда-то пойти что-то сделать кому-то что-то сказать то есть я не боюсь вам вам деньги придают кроме уверенности силу еще какую-то да то есть и когда есть деньги у меня открывается все двери вот здесь вот проект то есть у меня появляется какая-то власть что ли и это придает мне уверенности и безопасно потому что девятка педакли дважды вышла вот это про чувства хорошо если давайте посмотрим если какой-то конфликт между тем что у вас сейчас и там где вы хотели бы оказаться хочется еще добавить такой момент там где вы хотите оказаться вот чтобы вы понимали мотив для чего вы это все делаете для того чтобы быть в девятке педакли до чтобы не деньги иметь имейте ввиду а для того чтобы почувствовать себя уверенным и в безопасности и сильным человеком то есть вот все что вы делаете все что вы как говорится себе думаете то каким человеком вы себя создаете лепите это все имеет такую очень глубокую цель отвечая на вопрос для чего я это все делаю то есть если вы задавались вопросом для того чтобы почувствовать себя уверенным и в безопасности вот подумайте над этим каким другим образом да чтобы не прикладывать так много усилий потому что вы очень много усилий прикладываете как вы можете получить это состояние то есть все что вы делаете вот эти все карты по сути ради одного состояния девятки педакли на когда я ни от кого не не завишу и когда я сам себе хозяин да я свободный вот это вот ощущение свободы уверенности безопасности силы внутренней это разные слова но это про одно и то же состояние все что вы делаете а делаете еще раз повторюсь очень многое и очень долгое время в профессиональной сфере становления себя делайте ради этого состояния и вот еще раз мне хочется сказать не знаю почему я повторяюсь но видимо с первого раза я не буду услышанный значит с третьего раза возможно добивайтесь этого состояния каким-то другим способом да то есть если вы думаете почему нету денег сразу ответ вам говорит о том что сначала найдите вот это вот необходимое состояние которым я писала и на него придут деньги то есть если деньги не приходит это потому что у вас нету этого состояния не знаю почему я захотела сказать что вам мешает да то есть конфликт между этим и этим что мешает столкновение да тройка ума столкновение хочется сказать знаете какие-то вот внешне что ли моменты либо элементы какие-то здесь могут быть как прямом смысле третье лица так какие-то ситуации третье да вот какие-то вот вмешательства третий я уточню о каком столкновении потому что я здесь еще сама не не понимаю обновление ну и ну и то есть я не могу понять либо вы хотите но ясно дело здесь говорилось про новизну что либо вы хотите пойти в новизну а вас не пускают либо наоборот подталкивает возрождение а все я поняла вы себя сами сдерживаете от какого-то обновления от того ну да правильно мы же говорили в самом начале что новизны то хочется но не иду да то есть упрямничаю да то есть тебя толкает как лошадью ну как лошадь кукла подталкивала ты не идешь ну прям упрямство вот это вот столкновение то есть где-то в сам либо сама я понимаю что мне нужно идти двигаться дальше но упрямничаю да не делаю то есть не иду на возрождение не иду на обновление и вот здесь вот это вот столкновение сам себе враг да сам себя саботирую ну если проще сказать хорошо чего вы не делаете да чего вы не делаете всплеск ну во первых нету всплеска эмоций да какого то такого знаете не как не хватает какого то знаете это момента неожиданности почему потому что здесь кукла значит под ней находится ну мне хочется сказать аквариум вот и кукла мужского пола толкает этот аквариум и девушка типа падает вот зонтик она держит сверху чтобы никаких эмоций не было да от дождя от воды и и вот это вот неожиданно а то есть не хватает какого то элемента неожиданности да то есть все ну конечно сейчас же вы замерли поэтому и эмоции не хватает неожиданности как-то как-то проявлять вот вы себя не проявляете да что вы не делаете вы себя не проявляете почему а почему вы себя не проявляете творчество то ли вам не хватает этого творчества то ли вам не хватает каких-то идей ну и однозначно если тушь кубка ваша еще не наполнен то вы пока не готовы что-то творить что-то создавать поэтому вы не можете проявиться да не хватает ресурсов выплескнуть нечего да то есть отдать нечего потому что внутри еще не наполнено понимаете то о чем я говорила да в этих состояниях касательно финансов где вы себя останавливаете ну вот воздержание выпала карта воздержания ну то есть это умеренность классики где вы себя останавливаете сдерживаете вы сами себя сдерживаете то есть то что мне карты говорят да вот это вот замирание то что сейчас с вами происходит от вообще от дальнейшего движения вы только вы и вы сами себя сдерживаете хочется сказать такая вот банальность да все говорят сам себе враг вот это вот про вас а почему давайте посмотрим все таки а почему в чем причина почему вы себя сдерживаете здесь вот это был последний вопрос да где вы себя останавливаете вы себя сдерживать а я просто хочу посмотреть какой здесь сценарий потому что здесь однозначно присутствует какой-то сценарий то есть вы не случайно же себя сдерживаете да даже если это страх то здесь какая-то программа включается какая программа почему вы себя сдерживаете звезда ну вы себя сдерживаете во первых потому что вы знаете либо вы не слышите зов своей души либо вы не верите знаете как будто бы недоверие к себе да не верите не то чтобы свою душу а вот в этот свет вот в эту путеводную звезду как будто вы знаете вот нету контакта с душой не потому что его вообще нет а потому что вы его как будто бы заглушаете знаете это когда маленький ребенок прячется за шваброй либо я не знаю там как его полотенце либо просто на голову просто все меня здесь нету вот я прикинулся что меня здесь нету вот это вы до контакт есть душа зовет и говорит идем идем а я типа прикинулся не и это не я я не услышал меня здесь не было да то есть это не мне подсветили вот здесь какой-то вот самообман а он с чем связан ну вы боитесь вы боитесь конкуренции вы боитесь жесткой такой смотрите вот вы по натуре тройки да такие достаточно сильные люди да и жесткие по отношению может быть к другим к самому себе так вот достаточно такие сам кричи критичные но и одновременно вы очень мягкие да вот как люди по отношению к себе все очень глубоко глубоко такие ранимые чувствительные поэтому одели вот это вот как называется по на панупле доспехи на себя и стали амазонками и ну то есть попугай прицепил к себе перышки и прикинулся павлина блин но видно да что это попугай это не повлина не знаю почему мне этот образ показали вот то есть внутри то вы то знаете что вы мягкий человек поэтому боитесь конкуренции да то есть вы боитесь что вы не будете поэтому вы так над собой много работаете да доказываете то есть но на самом деле это знание у вас много и опыта много вы уже хороший мастер но вы в себя не верите а поскольку вы себя не верите вот по звезде на вы сами себя и сдерживаете а не верите почему потому что боитесь потому что боитесь критики потому что боитесь не выдержать конкуренции потому что себя занижаете ну то есть вопрос самооценки вот понятно что вас это убьет десятка мечей что вам придется отказаться хитрые вы какие что вам придется отказаться от того что для вас было ценно да то есть вам по справедливости придется пройти трансформацию а вы ее тройки опять каким-то образом либо это новая трансформация либо это давно завуалированной старой трансформации вы ее никак не проходите да вы идете вы не перерождаетесь не получается да вы идете в бездействие волнуетесь переживаете здесь как будто бы знаете не хотите отсечь вот то что не нужно не отпускаете какое-то вот свое вот это вот прошлое прошлое это вот эти вот хитрости дайте человек вырос на в детстве это вас ругали говорили вот вы такая сикает и глупая там у тебя ничего не получается что-то выскать выскочка такая вот девочка выросла уже 150 лет в обед как говорится а в голове все это вот это вот девочкой крутится и здесь вот этот вот единственный конфликт и единственная несостыковка то есть биологически вы выросли а в голове нет и поэтому отпустить вот эту девочку болезненную пока не можете ясное дело что это теоретически отпустили здесь надо это проработать этот сценарий так вот хотя бы ну один раз фокусируйтесь на этом проработайте вопрос со своей самооценкой да и и тогда вот понимаете уже придете вы к той гармонии к тому равновесию но вы уже задумываете сейчас об этом да то есть что-то идет не так то есть пришло время да уж какие-то вот осознание первые звоночки у вас уже появляется что что-то я делаю не так что-то слишком я много сил вкладываю не вот хотя по идее я не знаю газированная вода стоит три копейки а я почему-то уже целую рубль отдала газированную воду мне чет не налили здесь вот как-то что-то такое то есть вы уже понимаете что где-то идет подвох да где-то я что-то сам себя обманываю вот надо просто проработать этот сценарий потому что не то чтобы по кругу ходите а вы его чувствуете чувствуете но знаете как он как-то на свет бы уже еще не проявился вот сейчас именно на скорее всего такой период когда будет всплывать вот эти вот моменты и их нужно сразу очищать то есть сразу осознавать чтобы ну в дальнейшем уже не было каких-то повторов да вот такой у меня был сегодня расклад благодарю вас за внимание надеюсь вы повеселились может быть тут услышал что-то действительно цены важные для себя до новых раскладах всем пока пока